Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Я сегодня иду в Латвийскую национальную оперу смотреть премьеру Гамлета, куда меня пригласил мой друг Пауз. Латвийский национальный театр оперы и балета. После реконструкции он увеличил свои размеры. Вот такая красивая вечерняя рига с подсвеченными мостиками через канал и светящимся памятником свободы. Латвийский театр оперы и балета. Очень красивая здание. Обычно люди приходят в оперу чуть-чуть пораньше, потому что здесь можно немножко психологически подготовиться к празднику. Я называю это праздником. Здесь работает Руслет и мы с Паулом. Вот сегодня я буду пить шампанское. Он алкоголь вообще не пьет, поэтому он будет пить ралку, но мы будем есть отличные латвийские пирожные с чашечкой кофе. Правда, Павел? Правда, правда, правда. Сегодня в Латвии отмечается несколько событий. Во-первых, это День Баррикард. Я сегодня была днем на выставке в честь 31 года со дня Баррикард, в которых, в общем-то, я участвовала. Я тоже. Ты тоже, да. Но, тем не менее, сегодня главное событие, это то, что мы с Павлом встретились. Да. Мы с ним работали вместе, мы с ним учились в Дании вместе. Идем вместе иногда, когда кое-кто приезжает в Ригу, идем в театр. Сегодня мы на премьере, вечер премьеры оперы «Гамлет». Последняя премьера «Гамлета» в Риге было в 43-м году, так что практически 80 лет тому назад. Так что будет интересно. Во время нашей беседы в опере к нам подошла оперная певица Кристейна Гайлейте и уточнила, что последний раз «Гамлет» был поставлен в 2004 году, где она исполняла роль Офелии. В оперной программе об этом не было сказано, но в преддверии столетия Яниса Калминша в июле 2004 года на развалинах Бауского замка была показана опера «Гамлет». Мой ученик Янис Апенис, баритон, неоднократный лучший солист года, в сегодняшнем «Гамлете» выступает в роли Клавдия. А мой земляк Теодор Рейтер из Ляудонской волости Мадонского края был первым главным дирижером оперы. Я тоже, поскольку Павел пригласил, я стала интересоваться историей и нашла материалы в интернете о том, что первый «Гамлет» был поставлен в Латышской национальной опере в 1936 году и прошел с огромными овациями. В описании самого спектакля было написано, что это совершенно какой-то новый подход. Он связан как-то немножко с современностью. Очень интересные декорации, которые делались с помощью принтера. В общем, мы ожидаем много интересного. Павел, я тебя очень рада видеть. Я тоже. Мировую славу латвийскому музыкальному искусству принесли артисты балета Марис Леяпа, Михаил Барышников, Александр Годунов, оперные звезды Эгил Силенч, Александр Антоненко, Эллина Гаранча, Кристейна Оппелайвс, Майя Ковалевска, Марина Ребека. На сцене латвийской оперы недоиграл свой последний спектакль во время гастролей Московского театра сатиры Андрей Миронов. В январе 2022 года на сцену латвийской национальной оперы вернулась одно из самых ярких произведений латышской музыки. Музыкальная трагедия Яниса Калминша «Гамлет». Музыкальная трагедия Музыкальная трагедия Продолжение следует... Кликните на кнопку справа и подпишитесь на мой канал. Смотрите, узнавайте, набирайтесь оптимизма и заряжайте свои батарейки. Иду по ночной, почти пустой Риге, почти пустынной Риге. Возвращаюсь из оперы. У нас с Павлом был классный вечер. Мы с Павлом посмотрели премьеру Гамлета. Очень впечатлительная, особенно сценография, пение, костюмы, абсолютно все. Я люблю такое время. Очень спокойно. С вами была ваша зажигалочка. Продолжение следует...